Долги забайкальцев по транспортному, земельному, налогу на имущество в этом году снизились, но незначительно. В начале года сумма составляла 800 миллионов рублей, сегодня зависла на отметке в 550 миллионов рублей. Сообщения, уведомления, заявления, пояснения в налоговых органах сегодня делают все, чтобы вразумить неплательщиков. В противном же случае не избежать последствий. Это как запрет выезда за границу, ареста имущества, блокировка операций по счетам, подача исполненных документов по месту работы, чтобы взыскивали за счет зарплаты. Ну то есть все меры, которые блокируют или делают, так скажем, сложным должникам жизнь в нашем государстве. Имущественные налоги традиционно служат основными источниками наполнения регионального и муниципального бюджетов. А значит, это основа для всех социальных программ. Строительство дорог, школ, больниц и детских садов. Поэтому недобросовестные налогоплательщики не только нарушают закон, но и лишают регион возможности развиваться без поддержки федерального бюджета. Чтобы легче было ориентироваться, я предлагаю открыть личный кабинет налогоплательщика физического лица. Открыть можно в любом подразделении налоговой службы, открыть можно через сайт госуслуг. Получить доступ к личному кабинету, а там сделать себе такой сервис, как сообщить, информировать о наличии задолженности либо электронной почтой, либо смс-сообщением. 13 тысяч наших граждан, жителей Забайкалья, уже имеют такой сервис. Региональное управление Федеральной налоговой службы рекомендует забайкальцам узнать, есть ли у них задолженность и оплатить долг, не дожидаясь последствий. Исключение составляют сегодня только мобилизованные забайкальцы. Решением Краевого Заксобрания от 19 апреля этого года на время участия в СВО они освобождены от уплаты налога на одно транспортное средство. Это может быть как автомобиль или мотоцикл, так и крупногабаритные машины на пневматическом гусеничном ходу. Вера Садулина, Григория Непер, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.